Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком. Привет! Я Даша, и наконец-то наступила очередь лучших книг из прочитанного за год. Аналогичное видео за 2012 год уже можно посмотреть. Ссылку я вставлю и в видео, и в инфобаре, поэтому можно противопытствовать. Я смеялась разделить книги на две номинации, но внутри этих номинаций книги я не смеялась разделить по степени любимости. Первая номинация — номинация «Познавательные книги». Начнем, пожалуй, с «Истории и улицах Санкт-Петербурга». Вот уж действительно познавать ли некуда. Это тебе и история всей России, и географии России, даже немножечко других стран, и краска и биография талантливых людей, полководцев, просто знаменитых личностей в тех или иных руках. Ну, всё просто, всё. Особенно эта книга, я считаю, понравится людям, которые увлекаются историей, любят Петербург, но особо любопытно, я думаю, будет жителям города на Неве. Всё-таки интересно же, на улице честь кого, собственно, живёшь. И очень много я узнала вещей, которые я не узнала за время всей своей жизни. А ведь история — это моё увлечение. Ещё одна книга, посвящённая городу на Неве, это Невский архив, историко-кроведческий сборник, десятый по счёту, мечтаю получить предыдущие девять, последующие одиннадцатые, если он выйдет, дай Бог. Может, он уже даже вышел. Тоже это своего рода история города, но здесь рассказывается и о людях, прославивших его. Романовы, серия «Жизнь замечательных людей», автор Игорь Курукин, мой любимчик, судей-историков. Более объективного описания деятельности и жизни государей и государын российских я не встречала. Я считаю, моя любимая вообще поговорка, что история творится с цезарями, а редактируется брутами. «Невозможно достоверно, на сто процентов, быть уверенным в том или ином событии». Но вот и как невозможно максимально объективно описать ту или иную историческую реалию. Курукин умудрился сделать это настолько объективно и точно, насколько это вообще, в принципе, априори возможно. «Поседневная жизнь колдунов и знахарей» автор Наталья Будур. Это книга не мистического тока, как можно вынести из названия, это был бы заблуждением, нет. Наталья Будур – это ученый-человек. И книга повествует о действительных реалиях, действительно, жизни колдунов и знахарей России 17-18-19 веков, где-то в такой периодике. Действительно, очень опытное издание, даже если ты скептик. Я рекомендую эту книгу в познавательном плане, она достойна выше всех похвал. Мы подобрались ко второй номинации, номинации «Художественные книги». В первую очередь я перечитывала Хагарда, его великолепнейшая повесть «Суд фараона», в свою очередь, в корне применила мое отношение к археологии. Я большая поклонница как таковой, считала всегда ее, ну, если не мать, то хотя бы мачехой истории. И в том виде, в котором в этой повести нам преподносит писатель археологию, я была поставлена в тупик. Меня это заставило задуматься. Любая книга, которая заставляет задуматься, это хорошая книга. Моя сестра живет на каминной полке, Анна Бэлли, прослезись, Питчер, что-то вроде «милых костей». Также мы имеем семью, в которой дочь погибла, девочка погибла насильственной смертью, следствие покидает эту семью, и мы остаемся с переживаниями оставшихся членов семьи. Книга, то есть, если «Милые кости» — это взгляд на события со стороны умершей девочки, то «Моя сестра живет на каминной полке» — это взгляд на ситуацию со стороны семьи погибшей. И, конечно же, как и хорошие, талантливые книги подобного толка, она переполнена мудростями, философией и вообще. Здесь, правда, есть один момент, где не прослезится только камень. То, может быть, даже и камень прослезится. Я рыдала вообще неимоверно. Также хочу назвать такую книгу «К век чудес». Автор у нас Карен Томпсон Уокер. Это, грубо говоря, есть еще такая говорящая обложка. Впервые я обращаю на обложку. Вот эта она мягко снимается, и когда мы ее снимаем, мы видим вот это. Все это очень символично и безумно мне нравится воплощение. Собственно, книга о чем? Книга, грубо говоря, о конце света. Но это не чума, не в результате каких-то мировых войн, еще чего-то. Это гораздо сложнее и оттого убедительнее. И в такой степени все достоверно, до мелочей, ну, как я люблю говорить, мелочи решают все. Да там написано до мелочей авторам, что если бы я не знала наверняка, что конца света не было, и до бога не будет, я бы подумала, что Карен Томпсон Уокер сама лично все это пережила и зафиксировала в процессе, в каких-то средневниках. Очень убедительная книга. Рекомендую также полно каких-то философий, идей, мудрости, премудрости. Сидишь и просто, боже мой, боже мой. И последняя книга, которую я хочу упомянуть, это «Белая на черном». Автор Рубен Гонсалес Галли, не обольщайтесь по поводу фамилии, он все-таки русский. Эта книга написана инвалидом о своей жизни. Звучит устрашающе и не особо как-то... Это моя характеристика, ёмкая, подвигает к чтению, но поверь мне, это того стоит. Несмотря на свою, скажем, не особо весёлую жизнь, книга написана поразительно оптимистично. А какой слог? Боже мой, его нужно просто читать вслух, только вслух. До такой степени... Я не люблю читать слух, честно, признаюсь. Но эту книгу про себя читать... Ритмика такова, что только вслух. Только вслух. Поразительно. На этом всё. Всё с наступающим. До скорых книг.